Доброе утро. О событиях в крае и его столице в материалах респондентов программы «Наши новости». В студии Василий Морозов, Евгения Даровская. Здравствуйте. Квадратный метр жилья на Алтае подорожал. Минстрой России увеличил норматив почти на тысячу рублей. Теперь средняя рыночная стоимость квадрата в крае составляет 31 441 рубль. По сравнению с другими регионами Сибири, это практически самая низкая цена. Дешевле на 70 рублей только в республике Хакасия. При этом самый дорогой квадратный метр традиционно в Красноярском крае почти 39 тысяч рублей. Ну а у наших соседей в республике Алтае метр жилья по-прежнему стоит около 34 тысяч рублей. Ну что же касается России в целом, то самое дорогое жилье в Москве 90 с половиной тысяч за квадрат, а самое дешевое в Карачаево-Черкесии 23 тысячи за метр. А вот стоимость элитной недвижимости выше в разы. К примеру, в столице края, в районе горы, квартиры в престижных комплексах могут стоить от 70 до 115 тысяч рублей за квадрат. Кстати, как сообщает сайт «Недвижимость», спрос на такие квартиры летом в крае существенно снизился. Отметим, что нормативную цену Минстрой устанавливает для каждого региона в отдельности, как основу для расчетов, в том числе и социальных выплат. 21 тысяча квадратных метров жилья требуется для пострадавших от наводнения на Алтае. Помещения будут строиться или приобретаться за счет средств государственных жилищных сертификатов. Напомним, после паводка нуждающимися в жилье в крае признано 347 семей. Как сообщили в администрации региона, на строительство или приобретение жилья для них понадобится около 650 миллионов рублей. Сертификаты получат граждане, чьи дома комиссии сочли непригодными для дальнейшего проживания. Среди них жители Барнаула, Бийска, а также Быстроистокского, Бийского и Черышского районов. Сейчас идет процедура оформления государственных жилищных сертификатов. В новый восьми квартирный дом уже заселяются семьи. В Целином районе ввели в эксплуатацию двухэтажку, построенную для сотрудников местного предприятия на краевые средства. Глава региона Александр Карлин пообщался с новоселами во время рабочего визита в район. Местный пивоваренный завод – гордость, пожалуй, всех жителей района. Сегодня на заводе трудится свыше 600 человек, немало рабочих династий. Ответственные отношения и заботу о людях здесь подтверждают ни словом, а делом. К примеру, в этом году предприятие для своих сотрудников вводит в эксплуатацию восьмиквартирный жилой дом. Кстати, он уже четвертый для работников завода, возведенный на средства предприятия и краевого бюджета. Перспективный наш работник. Для хозяйки с августом уже все подобрано. Среди новоселов есть и молодые мамы, у которых воплотилась заветная мечта – новая квартира недалеко от детского сада. Двойне приятно получить такой подарок в юбилейный для района год и день рождения села. Талантом, трудолюбием, самоотверженностью, любовью к этой земле тех, кто стоял у истоков основания предприятия, тех, кто трудился эти два с половиной десятилетия на его производстве, мы сегодня имеем одно из самых передовых производств в стране, в Сибири, у нас на Алтае. Пока в одном районе гремел фестиваль, прославляющий родное предприятие, а в другом, Смоленском, началась концертная программа, посвященная памяти известного земляка, народного любимца Михаила Евдокимова. Мероприятие всероссийского масштаба собрало гостей и участников со всей страны. Многие из приехавших в Верховское отмечали, что родина народного артиста России за последние годы преобразилась до неузнаваемости. Здесь модернизирована и расширена социальная инфраструктура райцентра, обновлен водопровод, продолжается реконструкция многих общественно значимых объектов. Сегодня Верховское не просто точка на карте нашего края и страны. Сегодня Верховское отстворяет большие изменения, которые происходят в жизни и Алтайского, и Российского села. Здесь замечательные дороги, улицы. Здесь прекрасные учреждения образования, культуры. Верховское сегодня по праву можно назвать образцовым. На его примере мы можем говорить о том, каким должно быть Алтайское село. Таким, чтобы жизнь на этой земле была достойной и интересной. Юлия Кадар, Наши новости. Сегодня в связи с ремонтом будет закрыто движение по старому мосту в Барнауле. На месте проведения работы установят дорожные знаки. Как сообщает пресс-служба городского комитета по дорожному хозяйству, с 8 утра до 8 вечера движение общественного транспорта будет организовано по правобережному тракту. Водителей просят быть внимательными. Добавим, что пока это лишь текущий ремонт коммунального моста. Капитальный власти обещают начать в следующем году. Сейчас готовят план реконструкции. Стоимость будущих работ предварительно оценивается в 500 миллионов рублей. На Алтае полным ходом идет уборочная кампания. Чтобы вырастить качественный продукт, необходимо не только вовремя засеять, провести обработку полей и собрать урожай, но и подтвердить качество семян. Для этого аграрии обращаются в отделы Россельхозцентра по Алтайскому краю, специалисты которых и определяют, соответствует ли культура заявленной. О работе одного из таких центров материал Маргариты Беловой. Пшеничное поле. Полдень. Специалисты проводят апробацию посевов. Для этого им нужно пройти по диагонали всего поля и сорвать не менее 150 колосьев. Иначе анализ на чистоту семян, сортовую типичность, засоренность, зараженность болезнями и повреждения вредителями будет неточен. Снот получается внушительный. С нашим отделом работают два района. Это Первомайский и Косихинский районы, хозяйство двух районов. На сегодняшний день подана 21 заявка на проведение апробации. Заявки продолжают поступать. Уже в лаборатории специалисты разбирают СНОП и проводят необходимые анализы. Процесс трудоемкий. Каждый образец рассортировывают вручную. После всех анализов пишут заключение, качественный сорт или нет, и можно ли его сеять в следующем году. Мы ежегодно анализируем 550-600 тысяч тонн семян сельскохозяйственных культур. Огромная работа проводится в области сертификации семян, предназначенных для реализации. Ежегодно сертифицируется 35-40 тысяч тонн семян сельскохозяйственных культур. Отметим, что апробация посевов, согласно закону, обязательно для всех сортов растений, включенных в государственный реестр. А это значит, что каждый год аграрии должны подтверждать качество своих семян. Без положительного заключения специалистов использовать сорт повторно они просто не могут. Маргарита Белова, Александр Морозов. Наши новости. Вась, а ты делаешь по утрам зарядку? Нет, но с понедельника начну, как водится. Тогда я предлагаю брать пример с ребят, которые сейчас отдыхают в детских оздоровительных лагерях. Они делают зарядку каждое утро, и ты знаешь, им совершенно не скучно, ведь специальную разминку могут провести даже сотрудники полиции. Как это было? Сейчас посмотрим. На старт, внимание, марш! Кристи! 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 Птицы! Кристи! Кристи! И бегали, и прыгали, и даже стреляли. Но какая полицейская зарядка без пистолета? Правда, детям в руки дали оружие пневматическое. Попал. Ну опять не попал. А, шестерочка, сверху. В лагере «Химик» отдыхают 250 школьников. Из них 160 ребят из детских домов и приютов Барнаула, а также других городов Алтайского края. Идеи другие проявили большой интерес к полицейской технике, которую осмотрели со всех сторон. Ну чем не гимнастика? Мне нравится, когда говорят о рации. Я уже в машине полиции второй раз. Зарядка с полицейскими – это не только забота о здоровье подрастающего поколения. В игровой форме правоохранители стараются заинтересовать своей работой детей, которые находятся в группе риска. По мнению стражей порядка, такие занятия помогают ребятам в будущем выбрать правильный путь. Галина Юмашева, Наши новости. Юлий Цезарь, Марк Твен, Наполеон Бонапарт, Леонардо да Винчи, Людвиг Ван Бенховен, Джордж Буш, Мэрилин Монро. Жень, что объединяет всех этих людей? Мне кажется, все они были леворукими. Все верно. Список известных левшей настолько широк, что уже 24 года подряд по инициативе британского клуба левшей 13 августа во всем мире считается днем леворуких людей. И по статистике, около 10% населения привыкли все делать именно левой рукой. Бытовые неудобства, необходимость приспосабливаться ко многим предметам обихода компенсируются, пожалуй, закономерностью, которую выявили психологи. Все эти люди обладают сильным характером и мощным творческим потенциалом. Ну так что, если среди ваших знакомых есть левши, присмотритесь. Быть может, и они вскоре продолжат список знаменитостей. Ну а у нас к этому утреннему часу, пожалуй, все новости. Впереди еще о спорте и погоде. Напоминаем, телефон редакции 659-129. Хорошего дня и до встречи в эфире. Пожарно-прикладной спорт наоборот. Кстати, Екатерина Гусева уже попадала в объектив нашей камеры. Это было в июне на сибирских соревнованиях, которые стали еще и отборочными для чемпионата России. Тогда спортсменка заняла высшие строчки турнирной таблицы. Ну а теперь Екатерина Гусева претендует и на участие в чемпионате мира, который пройдет в Казахстане этой осенью. Из огненной стихии погрузимся в прямо противоположную. Сегодня в Нидерландах завершился чемпионат Европы по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В нем принимали участие алтайские инваспортсмены и все до одного принесли в нашу копилку медали разного достоинства. Поехали! Трижды третьим стал бейчанин Роман Жданов. Он преодолел 50 метров на спине, 200 – комплексным плаванием, еще одну бронзу завоевал в эстафете 4 по 50 – вольным стилем. На дистанции в 100 метров серебряным призером стал Юрий Лучкин, тоже, кстати, плавец из Бийска. И, наконец, чемпионский титул завоевала его землячка Ирина Калмогорова. Участница паралимпиады 2012 года обошла соперников на дистанции 50 метров стилем брас. Вот уж воистину упорство людей с ограниченными возможностями, помноженное на сибирский характер – это несокрушимая сила. Поздравляем! Екатерина Гаськова, Наши новости.